Всем привет! Я Виктор из М4, снова с вами. Сегодня поговорим о таких вещах, как... Сегодня я сделаю МОМ 12-минутный в преддверии соревнований. Потом поговорим о жиме лёжа. Мне пишут поклонники кроссфита, пауэрлифтинга... Не, наверное, в этом случае пауэрлифтинга, говорят. Вот ты такой мужественный парень. Десять лет занимался мужественным видом спорта. А теперь полгода нам впариваешь какой-то танцевальный кроссфит. Расскажи о мужских упражнениях. В ответ на ваши просьбы, сегодня я расскажу о жиме лёжа. О жиме лёжа, о котором сказано уже тысяча тонн слов. О котором я вам ничего нового не скажу, но... Может быть. Что-нибудь проскочит. Смысл МОМа в данном случае? МОМ очень хорошее средство для развития силовой выносливости. В данном случае я больше оттачивал техническое мастерство в двух движениях сложных. Первое движение, это были выходы силой на кольцах, которые мне не... Ну, не очень хорошо даются, в силу того, что у меня большое тело, я тяжёлый, и гимнастика для меня не так уж и легка. Хотя в последнее время я стал немножечко легче, буквально на 2-2,5 килограмма, и это облегчило моё... 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 Мои гимнастические навыки. Вторым движением был кластер. Это тот самый трастер, только хуже. Потому как это трастер, который берётся с пола. МОМ, в переводе с английского, это «каждую минуту в течение минуты». Многие задают вопрос, что же такое МОМ, когда я выкладываю очередное задание, или это практическое задание в конце тренировки, то есть отработка навыков, все спрашивают, что такое МОМ. МОМ – это «каждую минуту в течение минуты». Мы должны в течение минуты выполнить определённое движение определённое количество раз, не выходя за пределы минуты. В следующую минуту мы начинаем цикл этого движения заново. Вот такой тренировочный метод. Сегодня я выполнял гимнастическое движение, выходы на кольцах, и тяжелоатлетическое движение, кластер. Это была первая часть и основная в преддверии подготовки к соревнованиям. Вторая часть моей тренировки – это «жим лёжа». Повторюсь, уже было сказано очень много слов об этом, обо всём. Но вопросы задаются, я буду на них отвечать. Тысячи вопросов на одну и ту же тему. Я жму 50 кг, как бы мне через пару месяцев пожать 150 кг. Сейчас и всем я говорю, что никак, но 150 кг пожать реально. Не важно, с какого веса вы стартуете и какой имеете собственный вес. Главное – правильно начать. Правильное начало – это ваше знание технических тонкостей этого упражнения. Итак, о жиме лёжа. Начнём с техники, начнём жать лёжа, начнём разговаривать о жиме лёжа. И так, жим лёжа. Я буду говорить о технике жима лёжа, так сказать, серединной. Ну, я не скажу, что идеальной, но близкой к идеалу биомеханически. Наука такая биомеханика, которая изучает оптимальное движение. То есть, при каком положении тела в пространстве мы сможем приложить максимальное усилие к предмету, в нашем случае к штанну. Есть исключения, поэтому не нужно искать подковырки в моём жиме лёжа. Я в категории 90 жал 217,5 кг без экипировки. Поэтому, ну, я много жал, я много знаю о жиме лёжа, я много в нём разбирался, поэтому смотрим ваше дело. Применять это не применять, но я буду говорить о том, что знаю сам. Не о том, что прочитал в книгах, а о том, как жал я и как, возможно, увеличите свой жим вы. Во-первых, мы начнём с схвата. Меня часто спрашивают мои клиенты, подопечные, спортсмены, тренирующиеся. Как широко мне взять гриф? Мы подойдём к этому вопросу с точки зрения биомеханики. Гриф вам нужно взять настолько широко, чтобы в положении, в нижнем положении, в положении касания, ваши предплечья были друг другу параллельны. Это будет оптимальное положение ладони. Предплечья должны быть параллельны друг другу. Это из положения лёжа сложно оценить. Показываю, как это делается из положения стоя. Вы хватаетесь за гриф, касаетесь грудью, среза груди нижнего и смотрите на свои предплечья. Параллельны, параллельны, не параллельны. Взялись, например, вот так. Смотрим. Но невооружённым лазом видно, что здесь тупой угол и никакой параллели нет. Сузили немного хват. Видим, обрисовалась. Параллель, значит, это наш. Наш хват, наше расстояние между кистями. Так. Это что до хвата? То, о чём я говорил. Жим лёжа – это не изолированное упражнение ни в коем случае для плечевого пояса. Это упражнение, в котором участвует всё тело. Как говорят жимовики великие, большой вес жмётся только с ног. Если в вашем жиме участвуют ноги, участвует всё тело. Если у вас в жиме участвует только плечевой пояс, то жим будет слабым, маленьким, и ваши целевые мышцы не будут расти, и веса ваши расти не будут. Сегодня начнём, продолжим разговор с постановки ног и о том, какую роль играют ноги в жиме лёжа. Наша задача – встать на ноги. Как уже было говорено тысячу раз, В жиме лёжа есть три точки опоры. Это нога, нога и ваши лопатки, трапеции. Ягодичные мышцы находятся в напряжении постоянном и только касаются лавки. Наша задача – стоять на ногах. Ваши ноги должны быть постоянно напряжены. Ваши ноги должны передавать импульс. Наши ноги должны передавать усилие в штангу. Усилие в жиме лёжа начинается с ног. Вы должны упираться. Упираться в лавку. Чтобы людей, которые что-либо понимают в жиме, не травмировать вот этими штуками, вот этим жимом лёжа, который непонятно кому нужен и для чего делается. Не делайте этих глупостей, жмите с ногами. Ваши ноги должны быть в напряжении. На протяжении всего жима лёжа. Наша задача – мост. Мост, упор ногами, взрыв за руди. Мы понимаем, что мы должны стоять на ногах. Стойте на ногах и начинайте усилие именно с ног. Сначала попробуйте просто скопировать эту позицию, это положение тела. Просто скопируйте его. Впоследствии вы поймёте, что когда вы начинаете жать ногами, импульс получается гораздо более мощный. Вы пожмёте гораздо более серьёзный вес, используя ноги. Это что до роли ног в жиме лёжа. Она огромна. Вы должны представлять, тело ваше должно представлять дугу. Дугу передачи энергии из пяток ваших через икры бёдра, через напряжённые ягодицы в руки, в спину, в грудные плечи и в штангу. Только через напряжённые бёдра и ягодицы импульс может попасть в штангу. Если ваши ягодицы расслабились, весь импульс остался здесь, он не пошёл дальше. Импульс прошёл через ноги и попал в штангу только через напряжённые бёдра и ягодицы. Прогиб. Импульс проходит. Дальше. Дальше мы идём к спине. Как нам максимально использовать латеральные мышцы, то есть мышцы спины? И как они вообще работают в жиме лёжа? Вы скажете, вы подтягиваетесь латеральными мышцами, как же мы жмём латеральными мышцами? Во-первых, они помогают нам в срыве. Они служат так называемой подушкой. Мы упираемся в них, когда правильно жмём. Поэтому в подготовке любого жимовика есть подтягивания, есть работа на вертикальном блоке, есть все эти упражнения для увеличения силы мышц латеральных, то есть широчайших мышц. Мы должны работать над латеральными, потому как они помогут нам в срыве с груди. Для того, чтобы латеральные включались активнее, теперь мы поговорим о положении рук, о положении плеча, то есть плечевой кости в жиме лёжа. Это слабое положение. Как мы много раз уже говорили, разговаривая о кроссфите, о функциональности, об оптимальности движения, чем ближе к конечности к корпусу, тем мощнее движение. Мы говорили об отжиманиях, насколько оптимальным будет движение вот такое, и насколько размазанным и неоптимальным будет движение такое, насколько будет уходить конечность от корпуса, настолько слабее будет движение. В этом случае это в равной степени актуально. В жиме лёжа наши локти должны двигаться к корпусу. Это обеспечит нам близость плечевой кости к корпусу и обеспечит мощь движения. То есть конечности близко к корпусу, движение мощное. И приведение плеча к корпусу значительно сократит амплитуду. Вы сейчас можете видеть, когда я сделаю один жим в бодибилдерском стиле, зачем я делаю мост, непонятно, но по привычке. Итак, бодибилдинг с жимом лёжа. Смотрите на амплитуду, то есть какое это длинное движение. И даже вот, бодибилдинг это то, что мы делаем без моста и делаем вот оно движение. Сколько оно продолжается. Теперь мы сделаем движение силовое, мощное, пауэрлифтерское. Жим, когда мы жмём много, насколько это движение будет короче. Мы опускаем ниже по груди вес, не на средину, а под срез груди. Мы собираем лопатки в кучу, чем ещё укорачиваем амплитуду. Тянемся грудью к грифу, касание, жим, вот оно движение. Движение укоротилось на треть. Мы видим, как положение рук оптимизировало движение, сделало наш жим лёжа мощнее. Чем короче, чем собраннее это движение, тем оно будет мощнее. Наша задача жать много. Поэтому наша задача двигаться оптимально, оптимально прикладывать усилия к штанге. Мы начали с ног, показали, насколько важно движение с ног. Мы показали, насколько важен мост, напряжение бёдер, ягодичных мышц. Насколько важно свести лопатки, чтобы укоротить амплитуду и сделать движение компактным и мощным. Насколько важно привести плечевую кость к корпусу. Не нужно перебарщивать. локоть должен смотреть на 4 часа. Вот наш циферблат, вот наши 3 часа, вот 6 часов, вот на 4 часа мы будем жать. Это оптимальное положение в жиме лёжа. И мы понимаем, что грудью мы тянемся к грифу для того, чтобы сократить амплитуду и в такой же мере сделать движение как можно более мощным, как можно более оптимальным по силе приложение. Мне нравятся люди, которые говорят, у меня срыв с груди отстаёт, у меня дожим отстаёт. Человек с весом 90, жмёт 110 и говорит, что у него отстаёт дожим. Да ты просто дрыщ, ну как у тебя отстаёт дожим? Если ты не жмёшь двух своих весов и претендуешь на какие-то соревнования. Люди приезжают на соревнования, с весом 90 жмут 100 и потом начинают жать с досок, жать с резиной, жать с живота, жать с пола. Да что это за бред? Жми лёжа. Пожмёшь два своих веса, всё, молодец, начинай тогда извращаться. Если вы жмёте, только начали жать лёжа, не надо извращаться. Жмите лёжа. Просто жмите лёжа, просто грамотно составьте программу. Грамотно составьте тренировочный цикл. Не нужно извращаться, не нужно дожимов, не нужно цепей, не занимайтесь хернёй. Вам это не нужно. Просто жмите лёжа. Попросите тренера составить вам тренировочный план и жмите лёжа. Жмите лёжа, качайте трицепсы, качайте спину, качайте ноги. И будет вам счастье, и будет вам жим лёжа, и будут вам трицепсы. Если вы только начинаете, весь ваш арсенал, это жим лёжа узким хватом, отжимания на брусьях с весом, это подтягивания с весом для усиления мышц спины, это жимы стоя, это жимы гантелями, лёжа. Лёжа на горизонтальной скамье или с небольшим наклоном. Да, это ваш арсенал тренировочный. Не заморачивайтесь цепями, резиной, какой-то нестабильностью на грифе. Это вам не нужно. Для того, чтобы много жать, надо жать и грамотно составить прежде всего программу тренировочную. Делайте силовую тренировку в малом количестве повторений, делайте тренировку на гипертрофию мышечную в большем количестве повторений с средневысокими процентами и делайте взрывную тренировку. Взрывная тренировка тоже важна. Тренировка на 50%, которая состоит из 8-9 подходов по 3 взрывных повторения. Фиксация, взрыв, фиксация, взрыв, фиксация, взрыв. То есть, это работа на взрыв. Также работа на взрыв может быть с лентами, с цепями. Это тоже работа на взрыв. И это работа с 50% от вашего максимума. Ну, вот, наверное, и все. Может, ничего нового я и не сказал. Может, для кого-то весь мой разговор будет чем-то новым. Буду рад, если кому-то помог. Это был я, Бородач из М4. Смотрите нас в новых выпусках. Пока.